Можно сказать, что команда появилась в прошлом году? В прошлом году шел поиск этих людей, сочетания моделей? Если команда сделала шаг вперед, она кристаллизовывается. Команда появилась или появляется? Она появляется, потому что новые люди, она не должна потерять стабильность состава, не должна потерять, но и не должна закистить, она должна элемент новизны. То, о чем я говорил, что то, что хорошо было в прошлый год, может быть недостаточно в следующем году. Это именно, даже мы свежую кровь видим новых людей. Опять же, каждый год не может появляться новый человек, значит, кто-то должен попадать из команды. Если тебя покупают и игроки востребованы, есть предложение, от которого нельзя отказаться. Я не говорю в ситуации с рандоном, а, допустим, человек приглашает, образно говоря, ЦСКА. Отказаться сложно в Лигу Чемпионов тебе. Или Могилеевс ушел. Ясно, что глаза его к Бош позвал, сейчас ты будешь играть в Лиге Чемпионов. Плюс зарплата добавилась несколько раз больше, он его ополоумел, очумел и пошел. В принципе, он объективно поступил, предложения уже не было бы. Вот для таких случаев, такие бывают, но должны кто-то подпитываться. Нельзя оставлять тромбы, такой в команде. Тромб, человек, который сам не растет, заткнул дорогу молодому. То есть он должен как-то искусственно, не смотря заслуги, выйти в сторону. Я так много это как абстрактность наговорил, но я думаю, вы там поймете. Почему болеющие Казанские должны ходить на рубин, смотреть на команду? Что их будет привлечать в новом сезоне? Казань-арена. Кроме Казань-арена. Туда, туда. Пустите нас туда скорее, пустите. Не поплавать, а пустите футбол играть. На какой футбол они будут приходить? Что их ожидается? Вы говорили, что электричка будет. Умный, задомный. Ну, хочется верить, что это. Временами электричка идет, но что-то стало останавливаться. Остановки сейчас. Там, где пропускал без остановок, стало останавливаться. Вы ответите, или я пока отвечу? Вместе ответят на вопрос. Электричка в любом случае будет курсировать. Ласточка. Что Казанцы могут увидеть на поле? Я думаю, что болельщики наши увидят более повзрослевшую часть молодой части костика. Я думаю, что они будут более устойчивые и более стабильные. Ну, о ветеранах здесь мы уже говорили. О том, что ветераны играют на таком хорошем уровне, на добротном. И то, как Георг Денис сыграл последние матчи, на самом деле он сыграл лучше всех. Ирина Саерч отмечала его в раздевалке. Поэтому играть команда будет не хуже, чем в прошлом сезоне. Но с учетом того, что набрались определенного опыта, я думаю, что команда будет играть еще интереснее. Команда будет играть в обычный честный футбол. Ваши ожидания. Малафей говорил искренний. Хотя ее многие подняли на смех, но суть-то вложена в слова. Каждый в душе понимал. Может, он смешно выразился, но душевный подход. Я не буду такими словами говорить. Я говорю, что поставить, чтобы болельщики увидели, это добиться от команды полной самодачи. Чтобы болельщик видел, что команда вышла и бьется за победу. Как бы там, допустим, какой соперник не было, чтобы она не прижалась, поджав хвост куда-то в угол с визгом, с паскуливанием, а чтобы она пыталась и не была в команде равнодушна. Продолжение следует...